Вера, добрый вечер! Здорово, что удалось вам приехать в Москву и вы снова на этой сцене, как и несколько лет назад, когда, собственно, произошла инаугурация нашего органа. И это совпало с конкурсом, который вы возглавляете уже много лет, являясь художественным руководителем этого конкурса и возглавляя фонд Никайла Таравердеева. Скажите, вот это время, которое прошло с тех пор, это 5 или 6 лет тому назад было, оно совершенно спрессованное, наверное, в вашей жизни было. И несколько конкурсов прошло имени Никайла Таравердеева, и сегодня тоже тут было прослушивание молодых органистов. Скажите, пожалуйста, вот что за эти годы такого случилось, чем вы хотели бы поделиться с нами? Орган меня ведет по жизни. Вот я как конкурс придумала органистов 20, сколько в этом году, 22 года конкурсов исполняется. Пятый год я в роли руководителя кафедрального собора на острове Канта, там, где находится единственный в России органный комплекс и самый большой орган в России. Так что орган меня, как говорится, не отпускает, это стало темой моей жизни. Но сам конкурс в Калининграде? Сам конкурс, вот в этом году мы проводим 12-й конкурс, он должен был начинаться в Гамбурге, продолжаться в Канзасе, а потом московский тур, полуфинал и финал в Калининграде. Но в связи с ситуацией... Гамбургский тур мы будем проводить на видео. Тур в Канзасе мы будем проводить вживую. Уже наш символ конкурса «Органный ангел» прилетел из Калининграда в Москву, живет сейчас пока у нас дома на рояле на Стенвее Микола Леоныча. Я думаю, что не случайно и что этот конкурс носит имя Микола Леоныча Таревердиева, потому что, несмотря на то, что он совершенно выдающимся образом себя прославил в киномузыке, он очень много писал для органа, и этот инструмент был его одним из самых любимых. Вот немножко об этом расскажите, потому что я думаю, что для большинства людей вот эта сторона творчества Микола Леоныча не очень известна. Но зато теперь для органистов всего мира эта сторона первая, которая к ним повернулся, Микола Таревердиев. Потому что в конкурсе нужно исполнять... Потому что конкурс носит его имя, и среди обязательных произведений, которые звучат на конкурсе, на каждом туре это произведение Микола Таревердиева. Для Микола Леоныча орган, инструмент не случайный, ну, во-первых, потому что Таревердиев – барочный композитор. Он, это слышно, и в киномузыке, если вспомнить «Иронию судьбы», например, мелодию из «Иронии судьбы», это абсолютно барочная такая стилистика. То есть Микол Таревердиев – это такой барочный композитор XX века. Интересно. Вот. И не случайно он любил эти инструменты – орган, клавесин. Например, клавесин он первым использовал в киномузыке. Лейтембр мальчика в фильме «Человек идет за солнцем» 1961 год. И также он использовал орган. Его личная история с органом, он же гнесинец, он закончил институтом негнесинок у Арама Ильича Хачатуряна. В классе у Арама Ильича стоял орган. Николай Леонович, у него не было зимнего пальто, поэтому он зимой часто оставался на ночь в классе у Арама Ильича. И ночами играл на органе. Это был его первый опыт такого близкого общения с инструментом. В его судьбе, в его творчестве орган – очень не случайный инструмент. Скажите, а вот если двигаться вглубь органного творчества Николай Леоновича, то вот эти произведения для органа, я знаю, что они очень такие праздительные, связанные с его такими философскими размышлениями вообще на тему о будущем человечества, жизни человека. Как мне помнится, «Кассандра» – органный концерт. «Концерт для органа». Да, и «Чернобыль. Симфония для органа». «Симфония для органа». Вот и уже по названиям понятно, что это нечто совершенно уникальное. «Концерт для органа». Это такое обращение к человечеству, это попытка зафиксировать ощущение будущего. Потому что вот концерт для органа «Кассандра» – это единственное произведение, которому предпослано словесное такое неописание, а обращение. Это обращение к людям. «Люди, остановитесь». То есть это ощущение трагичности времени и такое некое предупреждение о катаклизмах, которые ждут людей. История конкурса, которая началась в 99-м году, она развивается каким-то образом? И что дал этот конкурс для молодых исполнителей? Вы знаете, он довольно много дал для российской органной школы, потому что это был первый в России международный конкурс органистов. Он начинался в Калининграде и проходил в концертном зале Калининградской филармонии. За это время построили орган в Кафедральном соборе и финал конкурса перенесен в Кафедральный собор и проходит на самом большом органе в России. Появился европейский, североамериканский и московский торги. И таким образом, Калининград – это некое окно, через которое соединяются органисты из других стран и органисты из России. Один из результатов присутствия конкурса в Калининграде – Калининград называет органной столицей России. И, в общем-то, это не случайно. Не только потому, что там самый большой орган, но и потому, что там проходит, наверное, самое такое масштабное органное состязание. Теперь я хотел бы вас спросить о детях, которые играют на органе. А вот сегодня был конкурс на этом органе, который у нас стоит – это «Глаттер Гёц». И таких органов в Москве несколько. Это в Большом театре «Глаттер Гёц» стоит, другой орган стоит в Доме музыки. Ну и эта фирма поставила еще несколько инструментов и в Германии, и в Лос-Анджелесе есть орган «Глаттер Гёц» в центре «Волта Диснея». Ну это, да, известная фирма немецкая. Мы рады, что он у нас тут стоит, и вы сегодня могли оценить его звучание даже под хрупкими детскими пальчиками. Инструмент действительно замечательный. Он универсальный в том смысле, что здесь можно играть барочную, современную музыку, романтическую музыку. Вот, например, сегодня одна из участниц играла так, что он звучал как французский орган. Набор регистров и их комбинация позволяет достаточно универсально составлять программы. Используется в разных стилях. По сегодняшнему нашему прослушанию здесь, вот в вашем зале, я себя поймала на мысли, что наш конкурс сделал модным орган, и сделал модным органные конкурсы, потому что конкурсы размножились. Но все-таки самым масштабным российским международным конкурсом остаются конкурсы имени Тривердиева. По количеству участников, по количеству стран, по тому, какой резонанс он имеет в мире. Очень приятно, что вы снова у нас в гостях. Спасибо вам большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин